Девушки отдыхают Тань, расскажите нам, пожалуйста, можно ли действительно почистить настолько грязные утюги? Ведь зачастую, вот, например, в гостинице приезжаешь, просишь утюг и дают тебе вот такую вот радость. Да, это очень грустно, если такой утюг попадется в гостинице, потому что, ну, не всегда будет что-то под рукой, поэтому будем пробовать то, что всегда есть под рукой. Договорились. И все-таки очистим. Да, если у нас один утюг горячий, два утюга холодных, существуют карандаши, которые продаются в магазине для очистки утюга, насколько они действенные? Они действительно очень действенные, но у них есть тоже небольшие нюансики в их использовании. А можно посмотреть, как он работает? Начнем мы именно с него? Да. Хорошо. Первый нюанс – это утюг не должен быть очень горячий, то есть это где-то двоечка, то есть уровень ширины. Не максимальная теплота. Не максимальная, чтобы не перегреть утюг. Дальше будет обязательно стекать, поэтому что-то подстилайте. Ага. Причем это будет такая черная вот эта вот масса, неприятная, да. Давайте полутюга, да, чтобы было видно. Он тепленький уже. Он тепленький уже. То есть мы этим карандашом. Просто карандашом. Пытаемся очистить. Вот видите, мы просто начинаем водить по нему. Что в составе этого карандаша, что он там хорошо очищает? Ну, вы знаете, там что-то воск, что-то такое, вот, ну, продукты, нефтепродукты какие-то, да, которые создают такую пленочку, и видите. И действительно можно легко им очистить. Да, он начинает таять, но разные бывают карандаши, и в принципе любой нагар у меня очищался. Карандашу, Дарю Смайлик, рассказывайте нюанс. Нюанс в том, что карандаш прозрачный, и вам кажется, что вы счистили, но тоненькая пленка, вот эта восковая, она остается. И когда вы начинаете гладить, то у вас есть опасность, что вы посадите пятно после вывода карандаша. То есть после того, как карандашом поработали, что делать? Обязательно включите утюг на максимум, обязательно погладьте то, что вам не жалко. А лучше, если у вас есть там гладильная доска, то вот таким образом ребром... Об край, да? Об край, обчистите и снимите остатки карандаши. То есть не водой? Нет, нет. Итак, второй способ, о котором говорит интернет, это уксус. Давайте проверим. Какие правила нанесения уксуса? Правила нанесения уксуса, во-первых, это жидкость достаточно едкая, то есть с ней нужно аккуратно. Лучше, конечно, использовать перчатки и не использовать концентрированный раствор, то есть лучше 9%. 9% достаточно? Да, достаточно. Нужно просто протереть, собственно, на проблемные места? Просто протереть поверхность. Вот видите, оно уже шипит, и это говорит о том, что оно горячее, и вы должны очень-очень осторожно. Но оно тоже оттирает, видите? Так, Таня, а если взять вот так прям полотенце и сюда налить немножко уксуса и прогладить? О, да, это было бы лучше, потому что, конечно, намного-намного проще очищать большую поверхность. Давайте тогда вот так мы сейчас сделаем. Столбе повредим. Ага. Сейчас посмотрим, мне кажется, результат будет прям налицо. Да, когда есть где размахнуться, то, конечно, и проще избавиться от всего. Ну-ка покажите нам, что же у нас вышло. Ох ты! Блестящий! Да, блестка с помощью обыкновенного уксуса, да, и карандаша, который действительно продается в магазине, но уксуса есть у каждой хозяйки, уксусу, да. Получается, у нас есть два способа, которые действительно работают. Давайте проверим и те, о которых говорит нам интернет. Вот у нас есть еще один супергрязный утюг. Я вообще не понимаю, где они берут столько грязных утюгов. Соль, говорят, и сода должны нам помочь. Да, они могут помочь, но есть, опять свои нюансы. Противопоказания есть. Да, потому что все-таки, несмотря на, даже если вы возьмете такую меленькую соль, она может поцарапать поверхность утюга. Вот-вот. Так, хорошо, а как мы солью это будем тереть? Утюг холодный. Утюг холодный. И очень грязный. Да. Мы водичкой? Водой смачиваем. А, и вот, и все. Действительно. Ой, мне кажется, не возьмет. Почему, что-то берет же? Видите, вот берет. Берет. То есть соль может очистить, но соль может и поцарапать ваш утюг, потому что соль сильно абразирует. Во-первых, да, и во-вторых, когда вы начнете чистить, вам все время захочется взять, вот знаете, губку такую. И потереть хорошенько, лучше железное. Да, да, такое вот желание, потому что что-то будет не отходить, что-то это, и в результате вы это возьмете и поцарапаете еще больше стойки. Сода, она, конечно, тоже эффективна, и она уже в меньшей степени опасна в плане оставления царапин. То есть она не такая активная? Да, она более мелкая, у нее более мелкая дисперсия. Давайте посмотрим отличия соли и соды. Ну, вот рядом попробуем соды. Ой, слушай, а по-моему, сода быстрее, кстати, отходит. Ну, сода изначально вы чистите и посуду, правильно, да, то есть это более традиционные средства для чистки чего бы то ни было. По-моему, сода и соль очищают одинаково хорошо, да? Одинаково они очищают. Но сода бережнее, видишь, относится к поверхности. Да. Главное, не тереть здесь особенно сильно, не использовать щетки, которые поцарапают ваш утюг. Значит, и сода, и соль получают от нас. Смайлики эти способы действительно работают. А как же перекись водорода? Ну, перекись водорода, она может войти в реакцию, но ее достаточно много нужно для того, чтобы... Много перекиси? Ей не очень удобно использовать, потому что если вы на ватку сюда, удобнее, когда вы льете, вы начнете лить. Так, а можно я попробую? Мне очень хочется вот полить перекисью водорода. Если у нас есть бутылек, мы можем вот так сделать, да? Да, то есть нужно лить непосредственно. Но есть опасность, во-первых, вы внутрь можете... Можем, мы уже залили. Да, это очень плохо, да. А, нельзя так делать. Ну, не очень хорошо. Вы попадаете внутрь утюга к посторонним химическим средствам. Но, тем не менее, вы видите, что оно очищает. Только весь не чистый у нас еще есть. У нас вот средств только припущено. Я поберегу, я поберегу. Поберегите грязь. Да, поберегу грязь. Берегись водорода тоже получает смайлик, но она может повредить внутреннюю часть утюга, потому что она затекает при такой чистке внутрь утюга. А значит, может его испортить. Да, то же самое, можно сказать, и средство для очистки лака. То есть оно тоже жидкое. Мне кажется, жидкое для снятия лака вообще ядовитое. Будет запах, да. Но если вы, например, в гостинице, девушка-то наверняка у вас оказывается косметичный. Какая разница, будет ли он работать после вас? Вы навряд ли возьмете с собой соду, навряд ли возьмете с собой соль. А вот жидкость вы возьмете и можете этот утюг в гостинице, видите, очистить. В общем, с грязью мы поняли. Еще у нас есть утюг с накипью. И мы невероятно грязнули сегодня. Вот он, маленькая тут у нас. Накипь здесь образовалась в тех местах, откуда выходил пар. То есть наша вода действительно зачастую оставляет накипь и на чайниках, и на утюгах. Вот как залезть в эти дырочки, как достать вот эти куски накипи? Да, дело в том, что вот как раз недостаток карандаша, что он внутрь вот этих дырочек очень плохо. И потом, по-моему, вот большинство этих средств нельзя использовать, когда вот такая вот поверхность. Есть специальные средства для утюгов, которые заливаются внутрь. И нужно залить внутрь и паром выбить эту накипь. Это самая эффективная. Это самая эффективная. Есть специальные утюги, которые самоочищающие. Если вы хотите все-таки снаружи, то это, опять же, лучше кислые средства. То есть опять же уксус? Уксус либо лимонная кислота. Вот это наш метод. Получается, если это у нас накипь, она будет с уксусом, как и лимонад? Это фактически соль, которую должны вы растворить. Вы ее растворите только... Это никак сода шипеть не будет? Нет, оно шипеть не будет. И тут мы уксус заливаем прямо в дырочку. Ну, не заливаете. Ну, хорошенько замачиваем. Вот вы ее растворяете просто. Слушайте, она правда очень хорошо... Мне кажется... Хорошо использовать палочки, ватные палочки. Да, ватные палочки здесь хорошо сработают. Получается, накипь действительно можно убрать обыкновенным уксусом, но здесь тоже нужно быть внимательным. Да, очень аккуратным. Внутрь не заливайте уксуса. Да, только на... Техника. У нас здесь и сода, и соль, и жидкость для снятия лака, и перегись водорода, и столовый уксус, и карандаш, который покупается. И все это действительно работает. У нас вообще один утюг стал кристально чистым. Это все из-за уксуса. Волшебный уксус. Спасибо, Татьяна. До свидания. До свидания.